Привет! Сегодня я расскажу про две модели, как можно обжаловать вашу ситуацию с правами человека в организацию объединенных наций. Если вы проиграли все свои суды или часть своих судов в своем государстве, в Таджикистане, в России, в Беларуси, в Литве и так далее, вы имеете право обжаловать вашу ситуацию с правами человека в ООН. В организации объединенных наций есть 9 судебных комитетов, которые рассматривают такого рода жалобы. Существуют две основные процедуры, каким образом ООН рассматривает такие жалобы. Первая процедура это индивидуальные жалобы, индивидуальные жалобы или индивидуальные коммуникаты, иногда это и так называют. Можно посылать в том случае, если вы проиграли все суды в своем государстве, все возможные суды, вы обращались с апелляционной жалобой и с другими жалобами, которые были в вашем наличии. И вот вы все проиграли, и именно ваше дело вы обжаловаете в ООН. У вас на это есть 5 лет. Другая процедура, их не нужно путать, их всегда путают люди, это периодический обзор. Это процедура, которая бывает один раз в 5-6 лет, иногда в 7 лет. И во время этого периодического обзора рассматриваются все жалобы, которые имеют системный характер в вашем государстве. То есть государство периодически нарушает такие права человека, и их все вместе рассматривают, и по всем им выносятся решения определенные наблюдения ООН, что государство должно было бы изменить в своей практике. Периодический обзор неудобен тем, что эта процедура, она, значит, как я уже и говорил, бывает один раз в 5-6 лет. С другой стороны, она достаточно быстрая. Если вы написали жалобу в ходе этого периодического обзора, решение у вас, заседание у вас будет где-то через месяц, решение у вас будет уже через 2 месяца. То есть это намного быстрее, но только если вы попали, если вам посчастливилось столкнуться с вашей проблемой именно во время этого периодического обзора. То есть это раз в 5-7 лет. Другое, конечно, неудобство то, что ваша жалоба должна иметь системный характер. То есть она должна, в принципе, быть важна не только для вас, но и для других людей, которые проживают в этом государстве или имели отношение к этому государству определенное. В то время как индивидуальная жалоба, она может касаться только вас. То есть не нужно искать ничего системного, не нужно искать, не нужно говорить, что это важно для кого-то другого. Это может быть ваше личное дело. Значит, запомним и не будем путать. Есть 2 процедуры. Периодический обзор и индивидуальная жалоба. Индивидуальную жалобу подаем в любое время, но она рассматривается достаточно долго. Это может занять где-то 3 года, 4 года, иногда 5 лет. В зависимости от загруженности ООН и сложности вашей ситуации. А во время периодического обзора вы пишите жалобу и через 2 месяца примерно у вас уже есть решение. Подписывайтесь на мой канал, а если вам нужно написать жалобу в Европейский суд по правам человека или выше в ООН, то напишите мне имейл или позвоните по WhatsApp. Субтитры сделал DimaTorzok